Трансплантацию органов для иностранцев могут запретить в Казахстане, заявил министр здравоохранения Ельжан Бертанов, презентуя поправки в Кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения. По его словам, это поможет бороться с нелегальной продажей и транспортировкой органов казахстанских доноров за рубеж. Министр отметил, обновленная редакция Кодекса не учитывает все детали сделок по передаче органов. По его мнению, проще просто запретить спекуляции между гражданами и нерезидентами страны. Для граждан Казахстана действует норма, что, во-первых, должно быть или родственник, или тканевая совместимость. Для иностранцев мы сейчас вот в этой норме сохранили пока что, должен быть родственник и тканевая совместимость. Понимаете, что это обязательно наличие родственников. Но в связи с тем, что есть проблема с определением, кто определит, что он родственник для иностранного гражданина, но и все-таки одно из обсуждений, которое было вообще как бы запретить, поскольку это как бы не дает каких-то больших преимуществ. Помимо этого, согласно новой редакции Кодекса о здоровье нации, будет введен термин «медицинский инцидент». Как пояснил министр, такая норма предусматривает невмешательство в профессиональную деятельность медработников. Но журналисты вполне резонно задались вопросом, не освободить ли она медиков от ответственности за возможные врачебные ошибки. Должно быть четкое, так сказать, разграничение ответственности. Где все-таки вина медицинского работника, где это не связано с его деятельностью. Почему мы не говорим об ответственности родителей, когда происходят такие случаи, или ответственность самих пациентов, когда происходит у нас очень много случаев. Поэтому как раз-таки в Кодексе мы вводим понятие ответственность населения за свое здоровье, ответственность работодателей, ответственность педагогов, школ.